Отец, мы прославляем Тебя и прямо сейчас мы принимаем решение в отношении нравственности нашей жизни, нашей честности перед Царством Божьим, перед Благодатью Божьей и Престолом Божьим. Я, Кай, за то, что пытался защищать себя, вместо того, чтобы ходить в Твоей жизни, под Твоей тенью, в Твоем помазании и полагаться на то, что Оно будет защищать меня во все времена, а не время от времени. И я прославляю и благодарю Тебя за то, что Ты никогда не ставишь ни на ком из нас крест. И мы берем сегодня это Слово, и мы применяем его для нашего Духа, нашей Души, нашего Тела. И мы принимаем определенные решения перед Тобой, как мужи и жены Евангелия, что касается того, чтобы свидетельствовать на своем рабочем месте и завоевывать души. Слава Богу, мы ставим это в начале списка, а не где-то в конце. Что касается нашей работы, что касается нашей жизни, что касается нашей церкви, Твоя работа стоит на первом месте. Аминь. И мы прославляем и благодарим Тебя за это. Слава Богу, аллилуйя. Аминь. Давайте откроем сегодня наши Библии на пятой главе, четвертой книги царств. Итак, пятая глава. Четвертый царств. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирианам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря, «Так и так, говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману, «Пойди, сходи». А я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собой десять талантов серебра и шесть тысяч сиклей золота и десять перемен одежд. Итак, я хочу, чтобы вы обратились здесь на кое-что внимание. Ничто из этого не было его. Это принадлежало царю. Царь послал письмо и эти дары царю израильскому. Это не принадлежало Нейману. Это важно. Итак, смотрите. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано, «Вместе с письмом, Сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал, «Разве я Бог, чтобы умершвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его?» Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Это ловушка. Я не собираюсь попадаться в эту ловушку. Зачем он посылает мне все это? Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, «Для чего ты разодрал одежды свои? Зачем ты разорвал свои одежды? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». Рассудительность в духовных вещах сразу покажет вам, что вы не должны связываться с теми деньгами и всем остальным, что принес в той ситуации Ниман, потому что вам пришлось позвонить туда и сказать им направить этого человека к вам. Если вы говорите им направить этого человека к вам, вам не нужно прикасаться ни к какому золоту или серебру, или каким-либо пожертвованием, или к чему-либо еще, потому что именно вы попросили их направить его к вам. Аминь. Не выставляйте Бога в таком свете. Вот есть человек, который пришел со всеми этими хорошими вещами, со всем этим серебром и золотом, всей этой одеждой и всем остальным. И царь не знает, что в этой ситуации делать. И вы слышите об этом, и вы звоните туда и говорите, «Пришлите его ко мне». Во-первых, вы не должны этого делать, чтобы заполучить эти одежды или эти деньги. И из-за того, что ситуация сложилась таким образом, вам не нужно к этому прикасаться. Во-первых, это все не принадлежало ему, чтобы он мог это отдавать. Эти вещи принадлежали царю. Вы меня сейчас слушаете, и посмотрите сейчас, как действует этот человек Божий. Это просто восхитительно. Если вы начнете думать об этих деньгах, я вам гарантирую, это повредит помазанию. Итак, смотрите, что он с этим делает. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев». Это было зрелище, которое стоило видеть. Я имею в виду, вот генерал сирийской армии, этот высокопоставленный человек. И с ним были все, кого вы только можете себе представить. С ним были все эти колесницы, все эти вещи, все эти люди. И вот он останавливается у двери дома. Аминь. «И выслал к нему Елисей слугу». Он даже не вышел туда, но выслал к нему слугу сказать. Итак, заметьте, «Это сказал слуга». Аминь. «И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди омойся семь раз в Иордане и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман. Он разозлился из-за этого. И пошел и сказал, «Вот, я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу». Это то, что он видел, как делали колдуны. И это то, что он видел, как делали все другие люди. И он думал, что Елисей выйдет и устроит шоу. Но Елисей не вышел. Он послал Геезия. Ухватитесь за это. Не игнорируйте это, как мы делали в прошлом. Он послал к нему Геезия. И Нейман разозлился и начал ругаться из-за этого. 14 стих. «И пошел он и окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божия. И обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». «По слову человека Божьего». Подчеркните это. Как-то отметьте это. «По слову человека Божьего». Он поступил по слову Божьему. Не так ли? «И помазание Божье» пребывало на тех словах. Но произнес их не Елисей. Нет. Геезий вышел и произнес их. Запомните это. Запомните. «И возвратился к человеку Божьему, он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним и сказал, «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля, и так прими дар от раба твоего». И сказал он, «Жив Господь, пред лицом которого я стою». «Жив Господь, пред лицом которого стою». Он не работал на Неймана. Он работал на Бога. Бог являлся источником его обеспечения. И он стоял перед Богом, пред лицом которого стою, не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился и сказал Нейман, «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака». Я понимаю эту традицию, стоящую за всем этим. Всю эту землю на ослах и так далее. Это не имело к этому никакого отношения. И смотрите. «И сказал Нейман, если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение и жертвы другим богам, кроме Господа». Эти лошаки принадлежали Нейману. Елисей принял их. И тогда свидетельство этого человека начинает действовать под помазанием. «И послушайте его». «Только вот в чем да простит Господь раба твоего, когда пойдет Господин мой в дом Риммона для поклонения там, и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона, то за мое поклонение в доме Риммона да простит Господь раба твоего в случае сём». Он сказал, «Когда я пойду в тот старый храм, полный идолов, я пойду туда, потому что я нужен там моему Господину. И когда он обопрется на меня, и мне придется поклониться вместе с ним, чтобы он оперся, пусть Господь простит меня за это». Во-первых, он не знал, как поступить иначе. Но вы можете видеть, что он уже чувствовал своё почтение перед Богом. Он уже чувствовал, что ему незачем идти на компромисс с этим Богом. И он шёл в тот храм только лишь потому, что он присягнул своему Господину. «Я не буду поклоняться там тем Богам, и даже если будет казаться, что я им поклоняюсь, я хочу, чтобы Господь простил меня за это». И вы знаете продолжение этой истории, но всё равно давайте прочитаем это. Давайте прочитаем дальше. «И сказал Геезий, слуга Елисея, Человека Божьего, вот господин мой отказался взять из руки Неймана, этого сирианина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И у него должен был быть какой-то предлог, чтобы взять это. Поэтому он придумывает фальшивый проект, чтобы как-то собрать пожертвования. Ну, знаете, брат Копланд, людям нужно представить проект, иначе они не будут давать. О Господь! То есть вы выйдете и будете лгать и говорить, «Бог сказал мне делать то и это, и мы будем делать то и делать это, я знаю, что вы все захотите пожертвовать на это. И все остальное в этом роде. Только лишь для того, чтобы собрать пожертвования. Это не будет работать. Смотрите, что происходит. И погнался Гиезий за Нейманом. И увидел Нейман, бегущего за собой, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал, «С миром ли?» Он отвечал, «С миром! Господин мой послал меня!» Он просто заврался. Послал меня сказать, «Вот, теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежд». И сказал Нейман, «Возьми, пожалуй, два таланта». И упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежд и отдал двум слугам своим и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома. И отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему, «Откуда Геези?» И сказал он, «Никуда не ходил раб твой». Он снова солгал и сказал он ему, «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей?» Время ли брать серебро? Нет, было не время брать серебро или деньги, потому что пророк сам пригласил к себе этого человека. Это не то, чтобы он, как пророк Божий, как человек Божий, не имел права брать. Но не так, не так. Здесь происходят более важные вещи. Я хочу, чтобы вы заметили сейчас, что произошло. Время ли брать одежды или масличные деревья и виноградники и мелкие или крупный скот и рабов или рабынь. Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. Итак, что с ним произошло? Я хочу, чтобы вы помнили сейчас, что Гиезий занимал у Елисея то же самое положение, какое Елисей занимал у Илии. Он занимал то же самое место в плане Божьем, чтобы ходить в помазание Елисея. И когда он передал слово Божье, сказанное Елисеем, Гиезий взял и передал его Нейману. И Нейман исцелился на основании того, что сказал Гиезии. Вы меня слушаете? У него было помазание. Взять это слово от Бога и он вышел туда под тем же помазанием, которое пребывало на его господине Елисея. Передал это слово и Нейман исцелился. И он придумывает себе фальшивый предлог для сбора пожертвований. Идет и собирает их. Но, сделав это, он пошел на компромисс. Он скомпрометировал свое хождение с Богом. Свое место. Кто-то другой, а не Бог. Кто-то другой, а не Бог этого старого пророка. Кто-то другой стал обеспечителем Гиезия. И когда он это сделал, это помазание покинуло его. И в тех одеждах была проказа. Проказа Неймана была в тех одеждах. Нейман трогал их и привез их туда с собой до того, как он исцелился. И Гиезий потерял защиту этого помазания, солгав и позволив кому-то другому, а не Богу, быть его обеспечителем. Давайте обратимся к восьмой главе. Седьмой стих. И пришел Елисей в Дамаск, когда Винодад, царь сирийский, был болен. Тот же самый царь. Неужели вы думаете, что он не слышал Неймана? Неужели вы думаете, что этот генерал не свидетельствовал ему? В конце концов, начнем с того, что Винодад всецело был за то, чтобы Нейман туда пошел. Он и письмо написал царю израильскому. Он не знал, что царь израильский был глупцом. Я имею в виду, что он был всецело за это. И теперь он сам болен. И пришел Елисей в Дамаск, когда Винодад, царь сирийский, был болен. И донесли ему, говоря, «Пришел человек Божий сюда!» И сказал царь Азаилу, «Возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божью и вопроси Господа через него, говоря, «Выздоровею ли я от сей болезни?» И пошел Азаил навстречу ему и взял дар в руку свою и всего лучшего в Дамаске сколько могут нести сорок верблюдов и пришел и стал пред лицо его и сказал, «Сын твой Винодад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от сей болезни?» Сорок груженных верблюдов. И заметьте, Елисей не отказался ни от одного верблюда. Вы меня сейчас слушаете? Семя его честности перед Богом. Семя без компромиссности. Я услышал это от Орелла Робертса, пробыв в его университете всего месяц. Я услышал, как он сказал. Вы в конце концов потеряете все то, что вы пытаетесь сохранить, идя на компромисс. Аллилуйя. Если вы не склоняетесь, вы не сгораете. Если вы склоняетесь, вы сгораете. Вспоминайте историю про трех еврейских юношей. Если вы склоните свое исповедание перед немощью и болезнью, тогда немощь и болезнь сделают свою работу. Если вы склоните перед каким-то искушением в вопросе пожертвования свою честность перед Богом, говорю вам, выйдите оттуда, прославьте Бога и начните давать вместо того, чтобы брать. Просто пойдите в противоположном направлении. Аллилуйя. Семя его честности посеяно в жизни имана. Бог всемогущий послал человека, ищущего избавления, ищущего исцеления. Он не имел ни малейшего представления о том, что он делал. И он оказался в руках глупца, царя Израильского. Но тем не менее, пророк Елисей сказал прислать его к нему. И он сказал, не время собирать пожертвования. Не время для всего этого. Но затем Бог позже посылает Елисея в Дамаск. И есть еще один человек, который болен. Если Бог может доверять вам и честности вашего сердца, если он может доверить вам ситуацию Неймана, тогда он может послать вас к царю. Послать вас к царю. Вы меня слушаете? Позвольте мне поискать здесь для нас еще кое-что. Спасибо тебе, Господь. Хорошо. 51 глава книги пророка Исаия. Если вы действительно хотите знать, что сейчас происходит. происходит. Вот что происходит в эти последние дни. Второй стих. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного и благословил его и размножил его. Так Господь утешит Сион. Вы знали, что мы, тело Христово, это Сион. Мы – Сион. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение. Я говорю, что происходит в этот маленький отрезок времени, который предшествует восхищению церкви, в котором мы с вами действуем. Начнем с того, что Бог Всемогущий возвращает Эдемский сад в те руки, которым он принадлежит. Адаму, последнему Адаму. Это принадлежит ему. Я верю, что мы не уйдем отсюда до тех пор, пока он не будет на своем правильном месте. Аминь. Слава Богу. Вы скажете Аминь? Верблюды приходят. Верблюды приходят. Аминь. Аллилуйя. Я сонаследник с Иисусом. Мне принадлежит часть этого сада. Он сказал, что Он утешит развалины, утешит эту пустыню. Слава Богу. И сад Господа, и вся та радость, которой Бог предназначил быть в этом саду, аллилуйя, и великое пение, великое пение, песни искупленных, все это возвращено нам обратно, аллилуйя. Встаньте и давайте возрадуемся и воздадим Богу хвалу за это. И вам нужно принять сейчас некоторые решения. Вам нужно принять некоторые качественные решения. Когда Иисус является безусловным источником вашего преуспевания, подводные камни становятся семенем для большей силы помазания. Подводные камни становятся семенем для большего помазания. Писание говорит, что если Бог может доверить вам малое, тогда Он сможет доверить вам помазание. Бог дает тебе силу. Скажите силу. Скажите помазание. Приобретать богатство. Послание к римлянам 1.16 говорит, что Евангелие это сила Божья. Скажите, что Евангелие это сила Божья. И апостол Павел сказал, что ему было вверено Евангелие. Вверено в его руки. Деньги не имеют никакой ценности до тех пор, пока они не обменены на товары и услуги. Они не имеют никакой ценности. До тех пор, пока к ним не применен страх. До тех пор, пока вы действуете в вере, до тех пор, пока Иисус является источником вашего обеспечения, деньги не имеют. Деньги сами по себе вообще ничего не значат, до тех пор, пока вы не обмениваете их на товары и услуги. До тех пор, пока вы не помогаете ими кому-то. Слава Богу. Просто то, что куча их лежит у вас в банке, если наступят плохие дни. Что ж, они грядут. Аминь. Что ж, мне потребовалось много времени, чтобы заработать эти деньги. Итак, мы подбираемся к сути, не так ли? И до тех пор, пока вы так думаете, Бог не может доверить вам помазание, потому что, когда начнут сниматься бремена и начнет уничтожаться Ирмо, вы начнете собирать пожертвования. Я имею в виду, что вы станете очень находчивыми. И тогда вы попадете в проблему Гиезия. Я практически могу слышать некоторые ваши мысли отсюда. Хорошо, это хорошо, сделайте себе сейчас тык, если нужно. Аллилуйя. Евангелие. Вы меня сейчас слушаете? это сила Божья. Именно Бог дает вам силу приобретать богатство. Евангелие это сила Божья. Именно Бог дает вам Евангелие, чтобы приобретать богатство. Иисус сказал, на мне пребывает помазание, чтобы проповедовать Евангелие нищим. Евангелие Евангелие это сила Божья. Это сила, чтобы исцелять. Это сила, чтобы спасать. Это сила, чтобы освобождать. Это сила, чтобы знать. Это сила, чтобы понимать. Это сила, чтобы быть сделанными свободными истиной. Это сила Божья. Она сделает вас преуспевающими. Она наполнит вашу жизнь, она наполнит ваш разум, она наполнит ваши уста, она наполнит ваше тело, она наполнит вашу семью, она наполнит ваш банковский счет, она будет наполнять всякую вашу чашу, пока та не начнет переливаться через край, пока вы не будете пытаться быть Богом. Отец, мы благословляем тебя сегодня. Мы благодарим тебя и поклоняемся тебе. Мы почитаем твое слово, мы почитаем твою кровь, и мы почитаем твое имя. И мы воздаем тебе хвалу и благодарение. Во имя Иисуса. Мы открываем свое сердце и открываем свой разум для откровения с небес. И мы прославляем Слово и Имя нашего Бога. И мы благодарим Тебя. И мы благословляем Тебя. И мы принимаем. Во имя Иисуса. Аминь. Вы можете садиться. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте откроем наши Библии на первой главе, послание к Ефесянам. И мы прочитаем местописание, которое мы читаем, говоря о реальностях искупления. Искупление реально. Это не какая-то религиозная идея. Оно реально. Это реальность на высшем уровне. Слава Богу. Первая глава послания к Ефесянам. Давайте начнем читать с первого стиха. Павел, волею Божью, апостол Иисуса Помазанного, находящимся в Ефесе, святым и верным в Помазанном Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Помазанного. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Помазанного, Который уже благословил нас в Помазанном и Его Помазанием всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Я хочу прочитать немного дальше, прежде чем мы приступим к сегодняшней сессии. Я хочу прочитать здесь еще несколько стихов. «Предопределив усыновить нас, себе, через Иисуса Помазанного, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление». Не сказано, что в котором мы когда-нибудь будем искуплены. Сказано, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам. Не сказано, что Он смотрит со стороны, говоря, «Ну, вы, может, и сможете ее иметь, если у меня будет хорошее настроение». Нет, сказано, что Бог в преизбытке даровал ее нам в искуплении. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Вернитесь к первым двум стихам. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего». «Благодать вам мир от Бога Отца нашего». Помните, что сказали ангелы, объявляя рождение Иисуса? «На земле мир к человекам благоволения». Здесь сказано, что искупление было по благоволению воли Его. В оригинале не говорится «в человеках благоволения». Там сказано «к человекам благоволения». Это говорит Бог. Война греха закончена. Понимаете? Иисус родился на земле. Война греха закончена. Пришло искупление. Искупление уже было спланировано. Оно уже было провозглашено. Это уже было провозглашено Богом. Что мы были приняты в Нем. Святыми и непорочными. До основания мира. До того, как случился грех. До того, как была сотворена земля. До того, как был сотворен Люцифер. До того, как был сотворен Адам. До грехопадения, проклятия и всего остального. Бог принял нас возлюбленным и предопределил, или другими словами, спланировал для нас в Нем наше предназначение. Аминь. Аминь. Другими словами, вы могли бы изучать Слово Божие всю свою оставшуюся жизнь, но так никогда ничего из Него и не вынести. Потому что Бог не предопределил ваше спасение. И что есть люди, которым просто предопределено пойти в ад, а другим предопределено быть спасенными Богом. И они в любом случае будут спасены, поэтому незачем заниматься никаким евангелизмом. Но это местописание говорит совершенно не об этом. Это местописание говорит о том, что Бог предопределил всю человеческую расу. Каждого, кто захочет. Это было Его предопределение еще до того, как произошел грех. Еще до того, как была сотворена земля. Чтобы все люди были благословлены всеми духовными благословениями в небесах. Его помазанием. Аллилуйя. Это была воля Божья, понимаете? Поэтому мы должны это помнить. Позвольте мне напомнить вам эти местописания. Послание к Титу 1.2 говорит. В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог, прежде вековых времен. Затем в послании к Евреям 4.3 сказано, «Дела Его были совершены еще в начале мира». И посмотрите здесь же, во 2-й главе послания к Ефесянам, 10-й стих. «Ибо мы, Его творения, созданы в помазанном Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Когда Он это предназначил? Первое послание Петра 1.19-20 стихи говорят нам, что Иисус был предназначен еще до основания мира. Поэтому наши пути, наша дорога к нашему избытку в Боге была предопределена в Его предназначении. Потому что Он – Господь этого. Он – Господь. Он был предназначен до того, как произошел грех. Он был предназначен до сотворения мира. Он был предназначен для того, чтобы прийти и ходить по этой земле, и служить. Он был предназначен для того, чтобы пойти на крест и взять на Себя наши грехи. И Он был предназначен для того, чтобы заплатить цену за грех, преступление Адама. Он был предназначен для того, чтобы быть воскрешенным из мертвых, перворожденным. Он был предназначен для того, чтобы воссесть по правую руку Отца. Слава Богу! Царь царей и Господь господствующих. Аминь. Когда? До основания мира. И 13 глава книги Откровений говорит, что Агнец был заклан до основания мира. Так что Бог завершил все это еще до того, как был сотворен Адам. Поэтому, чтобы обобщить это, позвольте мне дать вам следующее утверждение. И затем мы перейдем к некоторым другим вещам, касающимся реальности, честности записанного Слова Божьего, о чем и поговорим сегодня. И вот, вкратце, суть этого. До основания мира, по благоволению воли своей, Бог благословил человека всеми духовными благословениями в небесах. Первые сотворенные мужчина и женщина, и затем каждый мужчина и женщина, рожденные потом на этой земле, получили свою равную часть всего, что было у небес. Примером и прототипом этого, как сказал Иисус, был человек, у которого было два сына. Одного из них назвали блудным сыном, второй оставался дома. Они оба вели себя неподобающим образом. Они оба пытались быть слугами своему отцу, но их отец не искал слуг. У него были слуги. Он искал сыновей. И в той иллюстрации и прототипе, когда один из сыновей пришел к нему и попросил свою часть, равную часть своего наследства, отец дал его каждому из них. Понимаете? Бог нелицеприятен. И Он воплощение справедливости. Говорю вам. Поэтому еще до основания мира Он дал. Он разделил все, что было у небес, все, что могли предложить небеса, между каждым человеком, который когда-либо родится на этой земле. И все эти духовные существа были порождены не после того, как вас родила на этой земле ваша мама. Каждый, каждый человеческий дух был создан в то время, и Бог благословил их и принял их святыми и непорочными перед Ним, сотворенными по Его подобию, по Его образу. И затем Он сделал человека настолько богатым, насколько тому даже и не снилось. И затем Бог все исправил, чтобы никогда больше этого не потерять. Он предназначил Иисуса. Агнец был заклан до основания мира. И реальность искупления была поставлена Богом на свое место. Так что Он дал вам все, что у Него было. И затем дал вам своего Сына, чтобы не дать вам потерять все остальное, что Он вам дал. Аллилуйя. И затем Слово Божие говорит, Его мудрость была предназначена для нас, сокрыта для нас к славе нашей до основания мира. Аминь. До того, как вы все напутали. Бог познакомился с вами не тогда, когда вы были запутавшимся, оборванным, грешным и скверным человеком. Он знал вас еще до основания мира. И когда вы приняли Его план искупления, это вернуло вас в то место в Его сердце, которое вы занимали, когда Он спланировал вас. Слава Богу! Вы должны воскликнуть за это Господу. Итак, записанное Слово Божье несет в себе характер и абсолютную честность всемогущего Бога. Давайте обратимся сегодня к Евангелию от Иоанна. А затем мы посмотрим и другие места Писания. Мы не будем возвращаться к тому, о чем мы уже говорили. Но невозможно говорить о Слове Божьем и Его честности, не обращаясь к этому месту Писания. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. В начале было Слово. А мы говорили о том, что было до начала. Понимаете? Вы меня сейчас слушаете? Мы говорили о том, что было до основания мира. А теперь мы говорим об основании мира. «В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно...» Позвольте мне прочитать это еще раз. «В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него, Бога, начало быть. Оно и Бог — это одно и то же. Бог и Слово — это одно и то же. Слово и Он — это одно и то же. Слово и Бог — это одно и то же. Поэтому для ясности, давайте прочитаем это так. Оно было вначале у Бога, у Него, у Слова. Все через Него, Бога, Слово, начало быть. И без Него, без Бога, без Слова, ничто не начало быть, что начало быть. В Нем, в Боге, в Слове была жизнь. Уделите время, возьмите симфонию и просмотрите места Писания, говорящие о жизни. Просмотрите места Писания, говорящие о Боге. И просмотрите места Писания, говорящие о Слове Божьем. И вы найдете конкретные места Писания, которые прямо говорят о Боге, являющемся нашей жизнью. О Его Слове, являющемся нашей жизнью. Аминь. Вам нужно это сделать, вам нужно просмотреть эти места Писания, потому что вы говорите об одном. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И вы найдете места Писания, которые говорят «Его Слово – свет стезе нашей». Откровение Его Слово просвещает, приносит свет, что Он – наш свет, и что Бог есть свет. Я имею в виду, что их невозможно разделить, говоря о Слове Божьем. Вы говорите о Боге. И затем, конечно же, вы приходите к 14 стиху. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Итак, мы утвердили это. Если вы будете сегодня внимательны, если вы будете возвращаться к этим местам Писания, и к тому, о чем мы говорим, до тех пор, пока они не обновят ваш разум, чтобы он начал думать таким образом, даже несмотря на то, что вы умственно соглашаетесь с тем, что я вам здесь говорю, потому что вы знаете, что это истина. Вы можете умственно соглашаться, или, как сказал вчера Крефло Доллар, вы можете умственно прийти к какому-то взгляду, пониманию. Умственное согласие – это еще не обязательно, а означает обновленный разум. Умственное согласие говорит, «О да, это истина». Но потом вы разговариваете и поступаете так, как если бы это не было истины. Умственное согласие – это проблема среди христиан. Есть люди, которые умственно согласились с тем фактом, что Иисус Христос является Сыном Живого Бога, и они не рождены свыше, потому что они просто умственно согласились с этим, но никогда не поступили на основании этого слова. Никогда не привели это слово в действие в своей жизни. И сегодня мы увидим, в чем здесь разница. Итак, если вы будете очень внимательны и будете обновлять свой разум в отношении этих фактов, когда ваш разум обновлен в отношении этого, он принимает реальность этого. Это реально. Это не что-то такое, что… «Ну да, о да, Брат Копланд, да, да, я знаю, что Слово Божие так говорит». Но в действительности это совершенно не является настолько реальным. Это что-то абстрактное, теоретическое. Но если вы ухватитесь за это, тогда в этом материальном мире нет ничего, чего вы не можете привести в порядок или изменить, или полностью удалить из своей жизни. И нет ничего, что обещано в Слове Божьем, чего вы не можете получить. Когда вы действительно ухватитесь за реальность того, чем я буду делиться сегодня с вами, и что Слово Божие говорит об этих вещах, тогда нет ничего обещанного в Библии, чего вы не можете получить. поскольку это было обещано для того, чтобы вы могли это получить. Понимаете, вера приходит от слышания, а слышание – от Слова Божьего. Вера является результатом реальности Слова Божьего. Слово Божье является источником нашей веры, источником нашего преуспевания, источником нашего здоровья, источником нашей мудрости, чтобы жить, и знания, чтобы жить успешно на этой земле, даже несмотря на то, что мы проходим через долину Смертной Тени. и быть в состоянии пройти через эту долину и не бояться никакого зла. И без Слова Божьего вы не можете этого сделать. Вы даже можете преодолеть страх, но он по-прежнему там. Но Слово Божье является источником любви Божьей в нашей жизни, и совершенная любовь изгоняет страх. И вы можете прийти к тому, что она станет настолько реальной, что страх больше не сможет в вас оставаться. Скажу вам, когда я впервые это понял, я стоял на Слове Божьем в этом вопросе, потому что я видел, каким врагом был страх. Я понимал, что когда я хожу верой, то место, где моя вера останавливалась, и начинался страх, всегда было тем местом, где я терпел поражение. Страх — это место вашего провала. Как Бог ничего не может сделать для вас, если нет веры? Точно так же и сатана. Ничего не может вам сделать, если нет страха. Потому что именно там ваша связь. Если он с вами не соединен, он ничего не может вам сделать. Понимаете? Он не был соединен с Иисусом. В этом и был весь смысл рождения от Девы. Иисус был рожден вне закона греха и смерти. У Иисуса была власть над ним. Это не то, чтобы он не мог согрешить, а то, что он не согрешил. Иисус сказал, «Вор приходит, но во мне не находит ничего». Там не было никакой связи. Поэтому дьявол не мог ему ничего сделать, а только говорить ему что-то. Все, что дьявол мог сделать, это угрожать Иисусу, говорить ему, искушать его. И Иисус брал записанное Слово Божие и приказывал ему уйти, и дьявол был вынужден повиноваться. Потому что это не книга о ком-то. Эта книга и есть кто-то. Это живое Слово Божье. Аллилуйя. И когда вы видите это место, я увидел его, и я подумал, «Господь, я должен подняться выше этого. Я собираюсь бодрствовать и противостоять страху. Я намерен полностью выгнать его из своей жизни». Я просмотрел места Писания, касающиеся его. И у меня было Слово Божие на этот счет. И я увидел, что был финансовый страх, также был страх немощи и болезни. Я увидел, что был целый ряд страхов, которые были противоположны благословениям Божьим. «Противоположность» – это что-то, что одинаково по природе, но в точности противоположно в действии. Страх – это противоположность веры. Север – это противоположность юга. Они оба являются направлениями компаса. Но одно направлено в одном направлении, а другое в другом. Если вы движетесь на север, вы движетесь в направлении север-юг. Вы на этой прямой. Вам не нужно куда-то сворачивать, чтобы начать двигаться в направлении юга. Вы и так на этой прямой. Все, что вам нужно сделать, это развернуться на 180 градусов и пойти в противоположном направлении. Понимаете? Я начал понимать это. Есть благословение здоровья. И есть страх болезни. И я начал ухватываться за некоторые подобные вещи. Совершенная любовь изгоняет страх. А я подумал, хорошо, как совершенствовать любовь к Божью. Поэтому я снова перечитал первое послание Иоанна, и затем в первой главе или во второй главе я наткнулся на пятый стих, который говорит, «Кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь к Божью совершилась или достигла зрелости». Вы потом возьмите и прочитайте до конца это послание. Там говорится, совершенная любовь изгоняет страх. И я на этот момент делаю это уже несколько лет. Я просто постоянно практикую любовь к Божью. Просто практикую ее. И я могу сказать, что я стал намного смелее, чем я был раньше. И были некоторые вещи, которые действительно вызывали у меня озабоченность. И мне приходилось брать свою Библию и погружаться в Слово Божье, и находить соответствующие обетования, и побеждать это, выгонять это. И теперь у меня больше нет с ними никаких проблем. Отец, мы благословляем Тебя сегодня. Мы благодарим Тебя и поклоняемся Тебе. Мы почитаем Твое Слово, мы почитаем Твою кровь, и мы почитаем Твое имя. И мы воздаем Тебе хвалу и благодарение. Во имя Иисуса. Мы открываем Своё сердце и открываем Свой разум для откровения с небес. И мы прославляем Слово и имя нашего Бога. Мы благодарим Тебя, и мы благословляем Тебя. И мы принимаем во имя Иисуса. Аминь. Вы можете садиться. Аллилуйя. Слава Богу. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня на этом собрании обратились к первой главе Второго Послания Петра. И мы поговорим о вернейшем, надежном слове. Вернейшее слово. Второе Петра. Первая глава. Если вы будете сегодня внимательны, если вы будете возвращаться к этим местам Писания и к тому, о чем мы говорим, до тех пор, пока они не обновят ваш разум, чтобы он начал думать таким образом, даже несмотря на то, что вы умственно соглашаетесь с тем, что я вам здесь говорю, потому что вы знаете, что это истина. Я хочу, чтобы вы приготовили сейчас свое мышление, чтобы ухватиться за истину честности записанного Слова Божьего. Потому что мы поговорим о некоторых вещах, где христиане терпят поражение в этой сфере. И это большая, большая сфера поражения среди христиан. Они постоянно носят с собой свою Библию, никогда не изучая ее, никогда не читая ее, только ссылаясь на нее. И даже когда они ссылаются на нее, зачастую, они ничего не читают, кроме своей доктрины. Одно читает, другое пропускает, одно читает, другое пропускает. «Ну, эту часть про иные языки, мы это не читаем. Или эту часть про исцеление, мы это не читаем». Вам нужно читать ту часть, которая раздражает вас. Точно так же, как вы читаете ту часть, которой вы действительно наслаждаетесь. Вы это знаете? «О да, я человек Слова Божьего. У меня есть 21 местописание, на которых я постоянно стою». Нет, 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 нет. Все 66 книг, аминь. Всю Библию. Аминь. Аллилуйя. Итак, вы открыли 2 Петра? Хорошо. Третий стих 1 главы. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, или славой и помазанием». «Которыми». Итак, что означает «которыми»? Тем, что я только что сказал. Понимаете, Он только что сказал. Его божественная сила даровала нам все потребное для жизни и благочестия. «Когда вы были еще в своем совершенном состоянии, еще до основания мира, Бог, который не может солгать, в своей воле, в своем желании, в своем слове, Он дал обетование, Он заключил заветы, которые никогда не могут быть изменены. Итак, Он даровал нам все потребное для жизни и благочестия». Вы помните это в Эдемском саду? Боже мой! Вы говорите о месте, в котором было все потребное для жизни и благочестия, где можно было ходить и разговаривать с Богом каждый день в прохладе дня. «Бродись там и пинась куски золота, лежащие на дороге. Идти туда, куда тебе хочется. Гулять там и срывать плоды с деревьев. Слава Богу! И чтобы на вас пребывало столько славы, что вы никогда не видели свое тело». Это все потребное для жизни и благочестия. Он дал нам все потребное для жизни и благочестия, и Он выразил это в самом начале. «Да будет свет!» И Он сотворил этот Эдемский сад. Он насадил его и сотворил его для своего человека. Поэтому есть выражение «дарование нам всего потребного для жизни и благочестия». Но затем это было прервано. Пришло проклятие. Итак, «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». Позвольте мне вам кое-что сказать. Великие и драгоценные обетования производят великие и драгоценные вещи. Не забывайте, это живое слово. Аминь. Хорошо. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, или чтобы посредством их вы могли этой божественной силой получить все потребное для жизни и благочестия». Оно завернуто в эти обетования. И теперь обратитесь вместе со мной к 16 стиху. И обратите на это особое внимание. Это исправляет наши приоритеты и наше мышление в отношении духовных проявлений и записанного Слова Божьего. Записанное Слово Божье является записанным духовным проявлением. Вы не можете сказать, ну, это было проявление, но это всего лишь Слово. Слово Божье является проявлением Бога. Это Бог. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса, помазанного, не хитросплетенным басням последуя, но бывший очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глаз. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Вы когда-нибудь останавливались и задумывались о том, что Он не смог бы этого заявить, если бы Иисус не ходил верой. Иисус не просто плыл по этой жизни на этой земле нетронутым. Иисус должен был ходить верой точно так же, как вы должны ходить верой. И Слово Божье было источником Его веры точно так же, как оно является источником нашей веры, потому что вы не получаете ее как-то иначе. Аминь. Итак, «И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали». Они физически слышали этот голос. Это было физическое проявление слышимого голоса всемогущего Бога, который донесся из этой великолепной славы в эту естественную сферу. И они слышали, как Он сказал. Были и другие люди, которые слышали, как Бог это говорил. «Но они подумали, что это раскаты грома». Так говорит Писание. Их ухо не было настроено на Бога, и они слышали Его слышимый голос, и не знали, что это был Бог. Они думали, что это раскаты грома. Сколько раз, как вы думаете, Бог пытался говорить к вам? И вы говорили, «Это был гром? На небе не облачко». Ну, я могу поклясться, что буквально недавно прокатились раскаты грома. Я думал, я не знаю. Но это поднимает здесь кое-какой вопрос. В этом есть элемент неуверенности, не так ли? Бог мог говорить вам, а вы так никогда этого и не слышали. Не потому, что Он не может этого сказать, а потому, что вы настолько тупы, что не можете слышать. Духовная тупость, это когда Бог говорит, но вы этого не слышите. Иисус своей проповеди сказал, кто имеет уши, слышит, да слышит. И у каждого там с обеих сторон головы были эти лопасти, эти уши. Они сидели там и слушали. Почему Он тогда сказал, если у вас есть уши, чтобы слышать, слушайте? И сидевшие там люди спрашивали, о чем Он говорит? Я слушаю уже последние три часа, что он имеет ввиду, говоря, слушайте, я слушаю. Миртл, ты это поняла? Да, ты снова все пропустил. Она услышала это, а он нет. Но они оба слушали этими ушами. Вы когда-нибудь сидели где-то на служении, будучи настолько вдохновленными? О, слава Богу, вы это видели? И кто-то сидя рядом с вами спрашивает, что о чем вы говорите? Это создает атмосферу неуверенности, неясности в отношении этого. Потому что кто-то слышал это, а кто-то нет. Так что же мы будем делать? О, вот бы мне услышать слышимый голос Бога. Вы слышите его сейчас? Что если вы услышали его и неправильно поняли? Есть некоторая атмосфера неуверенности, неясности в отношении этого, не так ли? Хорошо. Не хитро сплетенным баснем последуя. 17 стих. Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глаз. Бог говорил Иисусу, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Бог даже не говорил им, Он говорил Иисусу. Это интересно, не так ли? И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. О, слава Богу. Вернейшее слово, которое не окутано этой атмосферой неуверенности, неясности, что-то, за что я могу ухватиться. Возможно, вы настолько супер духовны, что слышите его каждый раз, когда он говорит, мне нужна помощь, мне нужно что-то, за что я могу ухватиться, мне нужно что-то, что я могу носить с собой в кармане и читать целый день. Аминь. Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе вы можете ухватиться за обетование Божье, которое, вы знаете, является Божьим обетованием. Вы знаете, что это то, что вам нужно, но в то же самое время вы лишь умственно соглашаетесь с этим, вы лишь умственно соглашаетесь с этим, и вы знаете, что это все, что вы делаете, но вы хотите большего. Он сказал, держитесь за это, держитесь за этот маленький свет до тех пор, пока вас не осенит. Аллилуйя. У меня есть отличная иллюстрация этого. С годами я так и не смог придумать ничего лучшего, поскольку это настолько подробная иллюстрация этого. Мы постоянно ездим, останавливаемся в гостиницах и в разных местах по всей стране и по всему миру. И ванная комната всегда располагается в разных местах. Все номера всегда разные. Понимаете? И со мной такое случалось не один раз. Я встаю посреди ночи и направляюсь в ванную. Я просто налетаю на стену, ударяясь боком, после чего я окончательно просыпаюсь и я не знаю, где я. Там абсолютно темно. Иногда я налетал на дверь. И знаете, это выглядело как в старых мультфильмах, когда у кого-то руки и ноги оказываются с обоих сторон двери. Вас отбрасывают назад, и я говорил, «О, прошлой ночью этой двери здесь не было». Я не знаю, где я. Я не могу найти свет. Я спотыкаюсь там обо все подряд. Но вот из-под входной двери из коридора пробивается маленькая полоска света. Этого достаточно, чтобы вы поняли, что это входная дверь. И вдруг все становится на свое место. Теперь я знаю, где я. Я знаю, где находится кровать. я знаю, где находится ванная комната, и я не ударяюсь о стену. И я могу следить за этой маленькой полоской света до тех пор, пока я не смогу очень осторожно перейти туда, ни обо что не спотыкаясь, и включить большой свет. И теперь и Глория проснулась. И у нас все получилось. Аминь. Но вы видите, что я сделал? Маленький свет сориентировал меня. И я держался сначала за это. Потому что потом я уже знал, где был большой свет. Как только я увидел маленький свет, я знал, где был большой. Поэтому в действительности эту тьму можно считать побежденной. Поскольку я знаю, где я. Я был сориентирован. Я знаю, куда я направляюсь. Я знаю, как делать то, что я должен делать. Вдруг все изменилось. Итак, что мы здесь видим? Мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда. Иисус является утренней звездой. Не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, и так вы должны это знать. Вот что-то, что вы останавливаетесь и познаете, что я Бог. Вы берете это местописание, и вы читаете его, и вы останавливаетесь с ним, и вы размышляете над ним, и вы думаете о нем, и вы пишете его на маленьких карточках, которые вешаете на аптечку или куда-то еще, чтобы постоянно обращать на него внимание. Постоянно. Куда бы вы ни шли, вы постоянно думаете. Как только кто-то просто упоминает это, вы сразу же это знаете. Это что-то, что попало в ваше сердце, что никакого пророчества в Писании. И так он говорит о том, что Писание, записанное Слово Божье, является более верным, более надежным, более позитивным, нежели сам слышимый голос Бога с небес. Поэтому вложите записанное Слово Божье в свое мышление и в свои приоритеты. Для вас записанное Слово Божье должно стоять выше самого слышимого проявления Бога прямо с небес. Оно выше приходящего к вам ангела. оно является более высоким проявлением Бога, нежели что-либо другое, с чем вы контактируете. Когда вы выходите на такой уровень, где вы это знаете, тогда вы можете определить, являются ли все эти другие вещи воли Божьей. Когда вы выходите на такой уровень, где вы ставите Слово Божье на первое место, тогда какой-то ослепляющий ангел света, пытающийся притворяться ангелом Божьим, не сможет завести вас на какую-то странную дорожку, каким-то потому что вы не водитесь, вы говорите, эй, сияющий, покажи мне, где это написано в Слове Божьем. Я бы не разговаривал с ангелом таким образом, что если это был ангел Божий. Что ж, у меня есть власть над ним в имени Иисуса. Ему придется стоять там и слушать меня до тех пор, пока я не закончу. Если он окажется дьяволом, он не будет стоять там и слушать меня до тех пор, пока я не закончу. Он убежит. Убежит. Когда вы говорите «Даже если вам является сам Господь Иисус и говорит вам что-то, «Вы говорите Господь Иисус, я ценю то, что ты пришел поговорить со мной. Это просто благословляет меня. Но даже несмотря на то, что я вижу тебя во плоти, ты можешь показать мне это в Слове Божьем, чтобы я мог за это держаться? Он ответит, «Я сделаю еще лучше, я покажу тебе пять мест в Слове Божьем, чтобы ты мог за это держаться». О да, вы думали, что вы немного об этом знали, а как оказалось, вы мало что знаете об этой книге. Вы попадаете в его присутствие, но когда вы обращаете его к этой книге, он остается с вами. Аминь. Когда Библия становится наивысшей формой проявления Бога, которую у вас есть доступ в этой материальной жизни, тогда вы готовы для того, чтобы Он мог благословлять вас другими проявлениями, потому что вы не будете одурачены по плоти. Аминь. Итак, посмотрите, что еще здесь говорится. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его, святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Аминь. Именно так на эту планету и пришло записанное Слово Божье. И давайте перейдем в третью главу, 15 стих. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях. Подчеркните это во всех посланиях. Подчеркните. Во всех посланиях, в которых есть нечто неудобов неудобразумительное, что невежды он не говорит о тех, у кого нет базового школьного образования. Он говорит о невеждах в Слове Божьем, которыми, конечно, были бывшие язычники. Они ничего не знали о Библии. Я буквально через минуту поговорю об этом больше. мы коснемся этого. Нечто неудобов разумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, заметьте, он сказал, что все послания, которые написал апостол Павел, были даны ему мудростью Божьей. И он сказал, что они все являются писанием, точно так же, как и все другие писания, которые были изречены святыми людьми Божьими. Итак, он классифицировал, что такое Новый Завет. Не так ли? Поэтому пусть не будет никакого сомнения насчет честности записанного Слова Живого Бога. Отец, мы благословляем Тебя сегодня. Мы благодарим Тебя и поклоняемся Тебе. Мы почитаем Твое Слово, мы почитаем Твою кровь, и мы почитаем Твое имя, и мы воздаем Тебе хвалу и благодарение во имя Иисуса. Мы открываем свое сердце и открываем свой разум для откровения с небес, и мы прославляем Слово и имя нашего Бога. Мы благодарим Тебя и мы благословляем Тебя и мы принимаем во имя Иисуса. Аминь. Вы можете садиться. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте сейчас немного прославим Господа. Аллилуйя. Слава Богу. Я становлюсь настолько напряженным, что иногда с трудом могу душать. хорошо просто остановиться, расслабиться и немного подышать. Аллилуйя. Аминь. Мы говорим о надежности, достоверности Слова Божьего. Давайте обратимся к посланию Иакова. Это предыдущее послание. Первая глава послания Иакова. 21 стих. «Посему отложивши всякую нечистоту и остаток злобы в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Это означает то же самое, что и обновление вашего разума. Здесь речь не идет о рождении свыше, потому что он уже пишет это рожденным свыше людям. Он говорит о Слове Божьем, которое может спасти вас от всех этих вещей. Будьте же исполнители слова, а не слышители только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет... Да, я никогда этого не делал, но сделаю. Да, спасибо тебе. Мы вернемся и сделаем с этим то же самое, что апостол Иоанн сделал в своей первой главе. Я никогда этого не делал. Я только что услышал это Духом Святым. Будьте же исполнители Слова Божьего. Его. Они одно целое, не так ли? Итак, будьте же исполнители Слова. Будьте же исполнители Бога. Будьте же исполнители Его. А не слышители только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Бога, слушает Слова, слушает Его и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Это просто говорит о том, что он не принял никакого решения принять это. Кто-то может подойти к вам и сказать, скажите мне, либо в дюймах, либо в сантиметрах, какой длины у вас нос. И вы смотрите на свой нос в зеркале каждый день в своей жизни, начиная, наверное, с 18-ти месячного возраста. Вы всю свою жизнь смотрите с зеркала, но вы не знаете, какой длины у вас нос. Почему? Вы никогда его не измеряли. Вы можете представить себе кого-то, кто измеряет свой нос и измеряет свои уши. Вы должны быть приняли решение это сделать. Если вы когда-либо стояли перед зеркалом и измеряли свой нос, вы теперь уже будете помнить какой он длины, поскольку это настолько необычное действие. Вы теперь уже будете помнить, когда бы у вас кто не спросил, хотя наверное никто никогда и не спросит, но если спросят, вы готовы, аминь. Вам даже не нужно записывать это и носить с собой в своей сумочке. Я имею ввиду, что вы готовы. Вы точно знаете какой длины у вас нос, потому что вы приняли решение узнать это. Вот кто-то, кто слышит Слово Божье, но так никогда и не принял решение поступать на основание его. Когда вы принимаете решение, что Слово Божье является окончательным авторитетом вашей жизни, и все, что он говорит, является правильным, и чтобы он не говорил, вы откорректируете свою что думает Бог, потому что его мысли выше мысли ваших, и его пути выше путей ваших. И когда вы начинаете вслед за ним мыслить его мыслями, исследовать его путями, это выведет вас на более высокий уровень. И затем вы просто продолжаете подниматься и просто продолжаете свое восхождение, слава Богу, и поднимаете свое мышление, поднимаете своих действиях. И вот суть, о которой мы здесь говорим, но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, посмотрите, чем он только что назвал записанное слово Божье, совершенным законом свободы. Не может быть законом свободы, а совершенным законом свободы. Он назвал слово Божье совершенным законом. Иисус сказал то же самое. Он просто использовал другие слова. И Иаков вырос в одном доме с Иисусом. Он был его сводным братом. И именно поэтому так многое, что он говорит, настолько схоже с тем, что говорил Иисус. Аминь. Иисус сказал, «Прибудьте в слове моем, и вы истинно будете моими учениками, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Заметьте, он сказал, что вы должны пребывать в нем. Что вы делаете, чтобы пребывать? Вы должны принять решение, вы должны стать исполнителями Слова Божьего. Он сказал всякого. Кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю человеку, который строит свой дом на камне. Уподоблю мудрому человеку, который строит свой дом на камне. Там не сказано, что вы были мудрый человек. И тогда вы получаете результаты мудрого человека. Иисус также сказал, человек, который слышит мои слова и не исполняет их, возможно, это кто-то, кто говорит, о да, Господь, я люблю тебя, и все такое. Но вы никогда не приняли решение поставить его слово на первое место в своей жизни. Ну, я знаю, да, знаете, я знаю, что Библия так говорит брат Копланд, но если бы я это сделал, у меня сейчас не хватает денег, чтобы свести концы с концами. Если бы я это сделал, я бы точно обанкротился, моим детям нечего было бы есть. Понимаете, вы только что сказали, что Бог не знает, о чем говорит. О, нет, я этого не говорил. Что ж, это то, что говорит Библия. Ну, я знаю, что Библия это говорит, но видите, нет откровения о том, что это сказал именно Бог, и что Бог обращается к вам. Вы должны принять это решение и сделать это посвящение, и затем пребывать в этом. Мы с Глорией совершили хлебопреломление весной 1967 года и приняли определенные решения. Есть определенные вещи, которые вам нужно утвердить. Некоторые вещи вам нужно утвердить раз и навсегда. И вы больше молитесь. Этот вопрос закрыт. Есть определенные вещи, которые вам нужно утвердить, совершив хлебопреломление. И вы решите это для себя раз и навсегда. Слава Богу. И вам больше не придется снова к этому возвращаться. Вам нужно утвердить ваше призвание, совершив хлебопреломление. Вам нужно утвердить тот факт, что это его слово, и что оно жизнь. Его слово это свет. Его слово является окончательным авторитетом, и вы утверждаете это раз и навсегда. По этому поводу больше не будет никаких споров. И мы с Глорией утвердили это в тот день, и мы совершили хлебопреломление, и мы оба сказали, «Отец, все, что мы видим в твоем слове и понимаем, что ты в нем говоришь, мы будем подстраивать под это свою жизнь, и это будет окончательным авторитетом в нашей жизни, нравится нам это или нет, кажется нам это правильным или нет, мы будем делать то, что ты говоришь. Я не буду этого делать лишь с половиной стиха Писания, вырванного непонятно откуда, при устах двух или трех свидетелей, будет твердо всякое слово, аминь. Вы можете вырвать один кусок отсюда, другой кусок оттуда, и заставить Библию говорить например, можно взять местописание о том, что Иуда пошел и повесился, а затем взять другое местописание, которое говорит и ты так поступай. Говорю вам, что вы можете подстроить так, что Библия будет говорить то, что вы хотите, чтобы она говорила, так, чтобы вы могли оправдать все то, что ваше плоти хочется идти делать. Но я говорю не об этом, я говорю об устах двух или трех свидетелей из Слова Божьего. Когда вы находите какое-то местописание, на котором вы стоите, прочитайте всю ту книгу в Библии, в которой оно написано. Изучите всю ту книгу, изучите весь контекст, изучите все там, без номеров, глав и стихов, читайте ее, читайте ее и читайте ее. И оно говорит вам, и вы видите этот свет, и это маленькое место, держитесь за него, пока вас не взойдет утренняя звезда, слава Богу. Но мы посвятили себя этому, понимаете? Мы тогда только-только начали это служение, Боже мой. И брат Гарольд Николс пригласил нас проповедовать церковь Грейс Темпл. О, вы говорите о мужественном человеке. Брат Гарольд, встаньте, пожалуйста, аминь. С ним здесь вся его семья. Пала Господу. Вы говорите о мужестве. Фактически он пригласил меня приехать в его церковь и провести серию собраний. О, Господь. Аминь. Он должно быть помолился. Слава Богу. И я принял его приглашение. И вот я изучал Слово Божье, читал его, и я наткнулся на место Писания, которое говорило, не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Я нервно сглотнул. Я сказал, о, это не может это означать. Что-то должно быть. И при устах двух или трех свидетелей Господь, оно не может этого говорить. Я знаю, я возьму ширинный перевод Библии и посмотрю, что он говорит. В нем говорилось, держитесь подальше от долгов. Затем я просмотрел некоторые ссылки на это местописание, и куда бы я не смотрел, они начинали говорить мне это. Ты будешь головой а не хвостом, и будешь давать займы, а сам не будешь брать займы. Затем я нашел местописание, которое говорило, что должник является рабом взаимодавца. Что ж, это делает вас хвостом, а не головой. Понимаете, я подумал, о, Бог, буквально всего несколько дней назад я принял решение следовать твоему слову. Я позвал Глорию, я думал, что может она как-то меня из этого вытащит, понимаете. Я сказал, посмотри, что я здесь нашел. И когда я это прочитал, она где-то минуту несколько ошарашенно на меня смотрела. Я сказал, посмотри на это. Там так говорится. Она ответила, да, не так ли? Да. Что мы будем делать? Она сказала, что ж, если там так говорится, то Бог написал это для нашей пользы, а не для того, чтобы нанести нам урон. И именно так оно и будет. Да, вот вам и машина, и дом, и все остальное, о чем я когда-либо мечтал. Но я не знал, как можно было действовать как-то иначе. Я не знал никого, кто жил бы без долгов. Никогда не встречал никого, у кого не было бы долгов. Что мы будем здесь делать? Я подумал, что ж, какая разница? Аминь. Я буду это делать. И мы снова совершили хлебопреломление. Аминь. Я сказал, так и будет. Так и будет, слава Богу. Я сказал, если у нас никогда ничего не будет, так или иначе, это полностью зависит от Тебя, Господь. Но мы увидели это в Твоем слове. Твое слово является окончательным авторитетом нашей жизни. И именно так оно и будет. После этого у нас больше не возникало на этот счет никаких вопросов. Я не начал звонить по телефону кучи людей и спрашивать их об этом. Я знал, что они скажут. Они знали об этом не больше меня. И некоторые из них позже все-таки дали мне свой «замечательный совет». И я так рад, что услышал это уже потом. Это было бы похоже на сделку за вравшегося афериста. Боже мой, всевозможного рода отговорки и отправдания, которые только можно себе представить. Я понимал, что они читали те же самые места Писания, что и я. Они просто не хотели этого делать. Поэтому они сформировали всю эту точку зрения, оправдывающую то, почему вы не должны этого делать. Что ж, вы не должны. Вы не должны идти на небо. Вы можете пойти на небо, имея кучу долгов. Но в это здесь вовлечено кое-что еще. Аминь. Бог является нашим источником. Поэтому мы встали на это слово, приняли хлебопреломление и сказали, так оно и будет. И в каком положении я теперь нахожусь? Я услышал от Бога. Бог сказал мне это. Это то, что я слышу. Потому что у меня есть вернейшее пророческое слово. Я имею дело с Богом. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно более реальное, чем если бы Бог встал перед людьми и сказал, не берите взаймы. Почему? Потому что у меня есть лучший путь. Я услышал это, и после недолгого борения я сказал, слава Богу, здесь есть что-то, здесь есть что-то, чего я раньше никогда не видел. Я буду преуспевать. Я получу свои мечты, я получу желание моего сердца, и Богу придется это сделать без помощи банка, без помощи кредитного союза, без чего-либо от этого мира. Ему придется сделать это самому. У меня просто была финансовая связь с небесами. Слава Богу. И я по-прежнему спустя 43 года соединен с ними. Хвала Господу. Говорю вам, это замечательно, 43 года быть свободным от долгов. ни разу не приходилось звонить банкиру или кому-то еще, для того, чтобы получить разрешение дать то, что Бог сказал мне дать. Аллилуйя. Почему? Вы пребываете в Слове Божьем, пребываете до тех пор, пока вы истинно не становитесь в этом Его учеником. Все пришло к тому, что мне пришлось узнать, как жить таким образом, потому что у меня больше не было выбора. Я должен был научиться этому. О, это ставит вас в такое положение, и это делало кое-что еще, чего я долгое время не замечал. Это является такой страховкой. Вы представляете, на покупку какого большого количества всякой ерунды я бы назанимал денег? И сколько неправильных шагов я бы за эти годы сделал, которые на тот момент казались действительно потрясающими. Но благодаря этому посвящению я не мог этого сделать до тех пор, пока Бог не приводил деньги на это. И за это время я видел, что это было чем-то, что Бог не очень-то поддерживал. Вы говорите о защите. В Слово Божье встроено огромное количество защиты, чтобы защитить вас от вашей собственной плоти. Аллилуйя. И другие люди идут и берут займы все эти деньги, и они выстреливают вот так. А вы по-прежнему стоите на Слове, продвигаясь шаг за шагом. Но это как тот кролик и черепаха. Аминь. Кроли быстрые. Поэтому он думает, что у него есть время немного посидеть, у него есть время поиграть, у него есть время побегать и поделать то и это. Старая черепаха знает, что если она хочет, чтобы у нее все получилось, ей нельзя останавливаться и ей нужно идти по прямой. Она не может забежать к бабушке. У нее нет времени. Ей нужно оставаться на Слове Божьем. Ей нужно оставаться с Богом. Ей нужно продолжать двигаться с Богом, продолжать слышать Бога, продолжать ходить в Его Слове, Аллилуйя. Потому что у нее есть вернейшее пророческое слово и ее старая плоть устает и иногда раздражается из-за этого, но Бог все равно относится к ней с терпением и просто продолжает вести ее, продолжает двигать ее. И вот она оборачивается и смотрит вокруг, и в один прекрасный день все эти остальные вещи начали прилагаться ей. Слава Богу! Встаньте и воскликните! Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Спасибо тебе, Иисус! Совершенный закон свободы. Боже мой! Мудрость, нисходящая свыше. Апостол Лаков сказал, это совершенный закон свободы. И кто пребудет в нем, тот будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем слова, тот человек будет. Не может быть. Будет. Если это воля Божья, то может быть. Нет. Этот человек исполнитель слова Божьего. Человек, который пребывает в слове Божьем, в совершенном законе свободы. Исполнитель слова Божьего, этот человек будет благословлен, наделен силой преуспевать в своих делах. Аллилуйя. Воскликните кто-нибудь Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Я счастлив от своей проповеди. Слава Богу. Мне это нравится. Когда вы обращаетесь к Слову Божьему, и вы понимаете все возможно верующему. Аллилуйя. Да. И это благодаря этому славному Евангелию, этому славному Слову, которому Ему с большой буквы дадим отчет. Хвала Господу. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. И мы принимаем Божье благословение, открывая его и входя в покой и мир Слова Божьего. Мы открываем свое сердце и свой разум для откровения с небес. И мы благодарим Тебя за него. Во имя Иисуса. Аминь. Вы можете садиться. Откройте вместе со мной свои Библии на пятой главе Евангелия от Луки. Несколько лет назад я был в одной церкви в Южном Техасе. Я там не проповедовал. Я поехал туда с Джерри Сивейлом. И брат Джерри проповедовал в тот вечер. И пастор той церкви вышел собрать пожертвования. И он открыл свою Библию на пятой главе Евангелия от Луки. И начал читать. Дух Божий кое-что мне сказал. И после того, как он мне это сказал, мне было несколько стыдно, что я никогда этого не видел, потому что это было настолько ясно. И с тех пор это стало больше, чем просто откровение. Это стало чем-то основным в моей жизни. Я верю, я верю, что это точно так же поможет сегодня и вам. Первый стих пятой главы. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, подчеркните это, они теснились к нему, чтобы слышать Слово, Слово Божье. Помните Марфу и Марию? Мария села у ног Иисуса, чтобы слышать Слово Божье. Марфа расстроилась из-за этого, и Иисус сказал, Марфа, ты заботишься о большом угощении. Это было сказано очень вежливым образом. Женщина, слишком занята. И она сильно расстроилась и сказала, тебе нужды нет? Скажи моей сестре, чтобы помогла мне, заставь ее мне помочь. И Иисус ответил, она здесь кое-что избрала. Она села у его ног, чтобы услышать Слово, и затем он кое-что сказал очень замечательно. Он сказал, Марфа, одно только нужно. Что бы вам ни было нужно, ответом на это является Слово Божье. Что бы вам ни было нужно, Слово Божье произведет это. И Марфа, она оказалась там в сложном положении. Вот Иисус, с ним еще 12 человек, это уже 13, и там нигде не сказано, что с ним не было всей поэтому кому-то нужно было что-то покрошить, что-то приготовить. И вот Мария сидит там, у ног Иисуса. Она сидит там, говоря, мне все равно, поедят они или нет. У меня в гостиной сидит Иисус из Назарета. Он сидит там и преподает Слово Божье. И вы думаете, что я отправлюсь на кухню. Сами туда отправляйтесь, я буду сидеть здесь. Что с фасолью и толкнула ее к ним. И сказала, я слышала, что ты сделал с теми хлебами и рыбками. Я не буду стоять на кухне в то время, как ты здесь преподаешь Слово Божье. Если вы хотите покушать, сделай что-нибудь с этой фасолью, но я не отправлюсь на кухню. Ты здесь со Словом Божьим. И это занимает свое место в том, что мы здесь увидим. Бог предлагает нам себя. Он послал Духа Святого вести, учить и наставлять нас на всякую истину. Все, что есть у Бога, Иисус сказал, все, что имеет Отец, есть мое, и Он от Моего возьмет и возвестит вам. Но мы настолько заняты. Это печальное положение дел. Вы это знаете? Я однажды это пережил. Это было несколько лет назад. Брат Робертс позвонил как-то днем и спросил, что ты будешь делать в ближайшие два дня? Что ж, не имело никакого значения, что я собирался делать в ближайшие два дня? Ответ был, все, что вы скажете. И он сказал, я на этих выходных еду проповедовать в Даллас. Я приеду завтра, я хочу провести пару дней в твоем доме. Я ответил, хорошо. И это было еще до того, конечно, я знал его, потому что я был его пилотом, когда учился в университете Ролла Робертса, но это было несколько лет спустя, еще до того, как мы развили те близкие взаимоотношения, которые есть у нас сейчас. В действительности, в тот день было положено начало этим взаимоотношениям. Он приехал на следующее утро, когда мы с Глорией встали и отправились на кухню. У нас на кухне сидел Орл Робертс со своей открытой Библией. Рядом лежал его блокнот. И когда мы вошли, он сказал, возьмите свои Библии, слава Богу. О, у нас там, на кухне, чуть ли не целый день, проходило церковное служение. Аминь. Теперь вы понимаете, что чувствовала Мария. Я определенно знаю, что она чувствовала. Разве это не было бы печально, если бы я зашел туда и сказал, брат Робертс, извините, мне жаль, но мне нужно покосить траву во дворе. Мне все равно, если она выросла там по колено, какая мне разница, я вам гарантирую. Глория тоже не была занята приготовлением завтрака. Мы погрузились в Слово Божье. Аллилуйя. Аминь. Итак, давайте продолжим читать дальше. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генисарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Эти два утверждения являются ключевым моментом. Люди теснились к нему, чтобы слышать Слово Божье, и те рыбаки вымывали свои сети. Обратите внимание, во множественном числе, они вымывали свои сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои, видите, множественное число, сети, закиньте сети свои для лова. Он не сказал, давайте посмотрим, не получится ли у нас поймать немного рыбы. Он сказал, закиньте свои сети. Симон сказал ему в ответ, наставник, то, как оно здесь переведено. Западному уму трудно это понять. Он фактически назвав его наставником, вкладывал в это слово не то же самое, что вкладываем мы, называя Иисуса наставником, или что он уже вкладывал в него позже. Он назвал его Рави, или как бы мы с вами назвали сегодня человека, который, как мы знаем, является проповедником, но мы с ним не знакомы. Как бы вы его назвали? Преподобный. По-нашему он назвал его преподобным. он сказал «Преподобный, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Другими словами, это очень вежливо сказано. «Ты проповедник? Я рыбак. Ты разбираешься в проповеди? А я разбираюсь в рыбной ловле». И ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть. Одну сеть. Не сети, как сказал ему Иисус, а сеть. И до того вечера, когда я оказался в той церкви в Южном Техасе, до того вечера, я несколько раз проповедовал о том, что Петр поступил по слову Иисуса. Он сказал, «Но по слову твоему». Затем Господь исправил меня. И в тот вечер, и позже, когда я это изучал, Он сказал, «Ты здесь ошибаешься». Он не сделал это, почитая мое слово. Он сделал это просто потому, что я этого хотел. И он сделал это из уважения ко мне, потому что я был в служении, я был Рави. И он уважал это. И поэтому он сказал, «Рави хочет поплавать по озеру, мы немного повозим его». Остановитесь и подумайте об этом. Он работал всю ночь, его жена готовит ему завтрак, и он это знает. Он вымыл все эти сети, и ему не хочется снова их пачкать, только лишь из-за того, что этот проповедник ничего не знает о рыбной ловле. Нельзя ловить рыбу в Дениссарьевском озере в дневное время. Вода слишком прозрачная. Солнце высоко и ярко светит. Как только вы забрасываете сеть, рыба тут же разбегается. Это просто пустая трата времени. И вот, что Дух Божий сказал мне в тот вечер. Он сказал, Петр думал, что он знал, что произойдет, исходя из своего прошлого опыта. Иисус знал, что произойдет, потому что он был один Духом Святым. Вы видите здесь разницу? И Петр Иисус воспользовался его лодкой. Так что Петр действительно вложил в служение Иисуса. И он уважал Иисуса. Не поймите неправильно. Он не был настроен воинственно. Он уважал Иисуса, но он не сказал, о, по слову твоему, я сделаю это. Он сказал совершенно не это. Он сказал, просто потому, что ты так говоришь, ладно, я сделаю это. И вы сейчас здесь это увидите, когда я покажу вам, что сказал мне Господь. Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Не закрывайте это место и откройте 21 главу Евангелия от Иоанна. Иоанна 21 глава. Это уже другой случай. Это не тот. Это не тот день. И фактически это произошло спустя примерно три года. Шестой стих. Иоанна 21 6. Он же сказал им, закиньте сеть по правой стороны лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Они не могли вытащить эту сеть, но она не порвалась. Сети были достаточно крепкими и делались достаточно крепкими, чтобы не прорываться. Я имею ввиду, какая польза от сети, если она порвется, как только наполнится. Вы следите за ходом моей мысли? Они забросили здесь эту сеть, и они не могли сдвинуть ее с места, они не могли ее вытащить, но она не порвалась. Я также хочу вам напомнить, давайте вернемся в пятую главу Евангелия от Луки. сеть у них прорывалась. Когда тот пастор в тот вечер прочитал эту фразу про прорванную сеть, Дух Святой проговорил ко мне. Это было настолько сильно. Я вскочил, я вскочил вот так, и Джерри посмотрел на меня. Он знал, что Господь что-то мне сказал. И Господь сказал, та сеть была гнилой. Я никогда об этом не думал. Я спросил у Господа. Он закинул гнилую сеть, не так ли? И он ответил, именно это он и сделал. У него была старая сеть, и ему было все равно, если он ее испачкает, потому что он все равно не собирался ее больше использовать. Он знал, что она порвется, если в нее попадет какой-то улов. Все хорошие сети он вымыл и отложил в сторону. Он собирался просто удовлетворить просьбу Рави. Он думал, что они сейчас отплывут, он пару раз забросит эту сеть и вернется назад и пойдет домой завтракать. Он пытался, он работал всю ночь. Его жена будет теряться в догадках, почему его еще нет дома. И они отплыли. И в эту его старую гнилую сеть набился большой улов рыбы и сеть порвалась. И вот стоит Иисус. Вот Петр со своей гнилой сетью. Он осматривается и видит, что вокруг лодки собралась вся рыба того озера. Вся. Там собралась вся рыба, жившая в озере. Скажите мне, какая из тех рыб скажет Господу, нет, я сегодня не приду, Иисус, я беру выходной, ты понимаешь? Рыба так не делает. Люди так делают, а рыба нет. Вокруг той лодки собралась вся рыба, жившая в том озере. Петр никогда такого не видел за всю свою жизнь рыбака и никогда ни о чем подобном не слышал. Вы могли видеть дно того озера, и вся эта рыба была там, и Петр стоит там со своей прорванной сетью. Что он будет делать? Давайте посмотрим, что они сделали. А, я перевернул страницу, подождите. И дали знак. Кто? Иисус и Петр. Я хочу, чтобы вы кое-что здесь заметили. Если этого нет у Петра, этого нет и у Иисуса. Он также стоит там в пустой лодке. И у Иисуса нет никаких сетей, это сети Петра. Он сказал ему взять все сети. Вы заметили, что когда Петр взял только одну сеть, вы заметили, что Иисус ничего ему на этот счет не сказал? Он продолжил заниматься своим делом. Он такой. И он никогда не изменится. Он не сказал, будет покушаться на вашу волю. Он скажет вам, что делать. Он скажет вам, как это делать. Но я скажу вам кое-что еще. Если вы у него не спрашиваете, он не будет вам говорить, если только у вас нет с ним соглашения о сотрудничестве. Нам нужно разработать с ним соглашение о сотрудничестве. Например, у меня есть с Господом соглашение о сотрудничестве в отношении сомнения, неверия и гнилых слов, исходящих из моих уст. Я сказал, «Господь, я попрошу Тебя о следующем, и мы договоримся об этом раз и навсегда. Я делаю Духа Святого ответственным за то, чтобы Он останавливал меня и исправлял меня, если из моих уст будет исходить что-либо гнилое или какое-либо неверие, независимо от того, знаю я это или нет. Я хочу, чтобы Он меня останавливал, чтобы Он меня сразу же останавливал. Я хочу исправлять это. Это изменится в моей жизни. Это смертоносные вещи. Жизнь и смерть во власти языка». И Он согласился на это. И Он останавливал меня, просто заставлял меня замолчать прямо посреди предложения. И не отмахивайтесь от него. Сразу же остановитесь и исправьтесь. Скажите тому человеку, с которым вы разговариваете, «Давай вернемся на 3-4 слова назад, я просто солгал». Вы не будете делать это снова, раз и два. И они посмотрят так на вас, будут стоять там и хлопать глазами, понимаете? Не многие это делают. И вы говорите так, «Я вернусь немного назад». Я сказал это неправильно. Я преувеличил». Или что бы там ни было. Скажите это правильно и продолжайте разговор дальше. В любом случае, вы там не для того, чтобы произвести на них впечатление. Вы делаете это, потому что вы хотите правильно ходить перед Богом. Если вы будете так делать, тогда Бог сможет усилить силу в том, что касается слов ваших уст, в том, что касается ваших действий. Он сможет позволить этой силе усиливаться до такого уровня, когда вокруг вас начнет что-то происходить. Вы можете себе представить, что бы было, если бы из ваших уст исходила сила Божья в полноте своей мощи, и вас на дороге кто-то подрезал. У него бы лопнули все шины. Своими словами, вы бы разорвали на часть его машину, устроили аварии и беспорядок. Так Бог не оставит эту силу включенной на полную мощность. Вы опасны. Хорошо. Итак. «И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть». Могу я задать вам вопрос? Почему тех их сети не порвались? Так что дело было не в том, что было слишком много рыбы. И сеть просто не выдержала. И не в том, что это был рвущий сеть, топящую лодку улов рыбы. Дело в том, что та сеть, которую взял Петр, по сути была ложью. Он поступал так, как будто бы он был послушен Господу. Но в своем собственном разуме он был послушен себе, потому что он знал лучше. Итак. Посмотрите, что произошло. Увидев это, Симон Петр припал коленом Иисуса. Он не мог припасть к его ступням. Он стоял по колену в рыбе. И это меня всегда веселило. Каждый раз, когда я представляю себе эту картину, я вижу, как Петр падает в эту рыбу, и она начинает бить его по лицу. Полагаю, вся эта рыба говорила «на, на, на», хлещая его по лицу. Я знаю, что Иисус стоял там с улыбкой на лице, качая его так головой. Я могу сказать, я верю, что могу сказать вам, о чем думал Иисус. Он думал, он больше никогда так не сделает. Аминь. Господь добр и благ в подобных ситуациях. Петр сказал «выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Петр был смущен, он был обличаем. Он чуть не пропустил величайший урожай своей жизни, который принесло самое маленькое семя, которое он когда-либо посеял. Все, что Иисус сделал, это проповедовал, стоя в его лодке. И вы должны помнить здесь еще кое-что. По-вашему, эти парни съели бы всю ту рыбу? Нет. У них был рыболовный бизнес. Говорю вам прямо сейчас, Иисус приготавливал этих людей к тому, чтобы они оставили свои сетки и лодки. Он клал деньги им в карман. Слава Богу. Он кладет деньги на банковский счет. Он готовится призвать этих людей в служение. Мы были настолько глупы в нашем мышлении, в наших представлениях о том, как Бог работает в этих вещах. Иисус сказал им, я хочу, чтобы вы пришли, но я не хочу, чтобы вы что-либо с собой приносили. Ничего не приносите. И люди схватились за это и сказали, о да, аминь. Мы будем такими же босыми, как они. Что ж, вам нужно взять и прочитать остальное Новый Завет. Потому что, когда его служение подходило к завершению, он спросил, когда я сказал вам ничего не приносить, нуждались ли вы в чем-либо? Они ответили, ни в чем. Он говорил здесь следующее, я не хочу, чтобы вам приходилось служить на своем содержании. Это Бог. Он сделал их преуспевающими. А потом позволил им пойти и положить эти деньги в банк. И он заботился о них все то время, пока был здесь. Они сказали, Господь, мы ни в чем не нуждались. Затем он сказал, хорошо, с этого момента берите то, что у вас есть. Другими словами, вы узнали много разных путей того, как я могу о вас позаботиться. Я заботился о вас до сих пор, и я буду заботиться о вас и впредь. Аллилуйя. Слава Богу. И нам с вами нужно понять здесь то же самое, что должны были понять Марфа и Мария. Иисус – это всегда больше, чем достаточно. Вы не должны беспокоиться о своей домашней работе. Вы не должны беспокоиться о бизнесе и обо всем остальном. Что я буду делать? Как я смогу это сделать? Как я соберу деньги на новое здание церкви? Как я соберу деньги на это? Как я расплачусь по этой долговой расписке? Как я сделаю то, у кого я возьму взаймы? В конце концов, послушайте, я покупаю новую машину. Боже мой. Вы когда-нибудь слышали о ком-то, кто заплатил за новую машину наличными? Да, я слышал. Аминь. Но в какой-то момент это потребует от вас посвящения бескомпромиссно стоять на Слове Божьем. Я также скажу вам, что когда вы принимаете это решение и переходите на другую сторону, это тяжело для вашего разума. Это тяжело для того, что вас окружает. Я могу вам обещать, откуда ни возьмись появятся люди, которые предложат вам взять у них взаймы. Которые еще две недели назад и копейки бы вам не дали. И будут всячески давить на вас, чтобы вы сделали то, чего вы только что приняли решение не делать. Мой хороший друг принял решение, слава Богу, что он больше не пойдет в банк. И, конечно же, вот приходит давление. Боже мой, оно просто навалилось на него. Он позвонил и сказал, «Я испытываю давление». Я ответил, «Вот что я тебе скажу». Бог знает все то, что происходит. Он ответил, «Да». Я сказал, «Тогда зачем тебе об этом волноваться?» Писание говорит, что он никогда не дремлет и не спит. Зачем вам обоим не спать? Вы можете лечь в кровать и расслабиться. Да, это тяжело для вашей плоти, пока вы со временем не научитесь, как это делать. Но вы можете делать это верой. Нравится это вашей плоти или нет. Но в какой-то момент вы должны принять это решение. Вы должны занять эту позицию. Возможно, вам просто придется проявить твердость, чего бы это ни стоило, и посвятить себя этому. Но это выведет вас победителем, если вы будете молиться, слушать и быть послушными. Субтитры создавал DimaTorzok